И к слову об антитабачном законе, который вступил в силу 1 июня. В мурманских супермаркетах витрины с сигаретами закрыты щитами, а во всех местах общественного питания стало легче дышать, курить там теперь запрещено. Некурящие горожане радуются нововведениям, курильщики адаптируются к новым правилам. И если первые всем довольны, и наконец-то табачного дыма в их жизни стало меньше, то другие уже нашли много недочетов в новом законе. Зона свободной от курения поглотила места для тех, кто не представляет вкусный ужин без сигаретки. Пепельницы со столов убранные, официанты кафе-баров и ресторанов повторяют заученную фразу – у нас теперь не курят. Будьте добры, американо и пепельницу. Америка с 1 июня заведениях не курят. Да? Серьезно? Да. Вы не знали? Нет, не знала. По всей России? Да. А тут зона для курящих была раньше, да? Да. Да, и все? Если только есть летняя площадка. Если хотите, можно вам там, если вы хотите сигареты, можно американо с собой. Выйти на улицу просто с копейки, да? Да, мы можем вам сделать стаканчик, который с собой, вы можете просто выходить, снимать. Внутри заведения нельзя, снаружи сколько угодно, но в 15 метрах от входа. Также, согласно закону, курить можно и на открытых площадках кафе. Но ввиду климатических особенностей далеко не все заведения выставляют уличные столики. Гостиница «Полярная зорь» – номера для двух сторон никотиновых баррикад, курящих и не курящих, появились еще задолго до выхода табачных законов. К слову, здоровых номеров здесь подавляющее большинство – 70%. Рестораторы признаются, что уже слышат много недовольств и морально готовы к убыткам. Закон хороший, но сырой. Может быть, надо было дать какие-то специальные, тоже прописать в законе, давать какие-то лицензии и позволять каким-то ресторанам работать только для курящих. И тогда те люди, которые не хотят дышать, они просто в этот ресторан бы не пошли, но зато там бы собираться могли те люди, которые пока все еще курят. И мы же не можем игнорировать десятки миллионов людей или отрубать им руку за то, что они не курят. То есть, вот все-таки здесь при всей правильности линии, на мой взгляд, немножко все-таки рисковато произошло. У Игоря Пузырева, председателя Мурманского отделения Всероссийского движения за права курильщиков и управляющего табачного магазина, уже есть список поправок в закон, под которым он собирает подписи. У него претензии к санкциям не только как у курильщика со стажем, но и предпринимателя. Почему в его специализированном табачном магазине нужно прятать табак от тех, кто за ним пришел, непонятно. К слову, детей сюда не пускают по определению. Я давно не испытывал состояния, когда я злой и веселый. Когда я злой на этот закон, я веселюсь от того, насколько он тупой, честно говоря, просто тупой. Если бы пригласили на составление этого закона, выработку этого закона профессионалов, мы бы сразу нашли и не ломали бы эти копии. Не было бы никакой причины к конфликтам и не было бы никакой причины даже снимать ваш сюжет. Просто нормально, спокойно бы ужились. На сегодня это нам не позволили сделать. Мы сдаем позиции, но мы не сдаемся. Наименование товаров и их стоимость теперь должна быть прописана в прайсе. В этом магазине он состоит из нескольких десятков листов. Но, определившись с выбором, далее курильщика вероятность штрафа подстерегает на каждом шагу. Или отправляясь с путешествия. Нужно думать, как пережить синдром отмены. Теперь нельзя курить на перронах и внутри поездов. В тамбурах также уже пепельницы убраны. Это вред. Это вред. И этот вред должен минимально распространяться. Государство правильно делает. Раздражает не дым, а хождение в основном. То есть постоянно дверью туда-сюда хопает. Когда в ресторанах и в барах отдельные места для курящих и не курящих, это как бы нормально. А сейчас как это будет, я вообще не представляю. В Мурманске пока ни одного штрафа за курение в неположенном месте не выписано. Но по стране такие случаи уже есть. С момента вступления в силу антитабачного закона минуло всего несколько дней. И волна негодования, видимо, еще не успела подняться. Запреты и ограничения не всегда приносят положительный результат. С одной стороны, человек, конечно, негативно воспринимает свой запрет. И повышается уровень агрессии. А если мы будем учитывать, что все-таки табакокурение – это зависимость, то, соответственно, человек становится более раздражительным. С другой стороны, постоянное неудобство приводит к тому, что человек вынужден снижать порцию никотина ежедневно. Но на самом деле, как показывает практика, сам по себе запрет, он не снижает количество табакозависимых людей. Скорее всего, люди будут переходить либо на другие виды потребления никотина, либо будут нарушать данные запреты. Более эффективно, с психологической точки зрения, наоборот, развивать интерес к здоровому образу жизни и повышать ценность собственного здоровья населения. Получить штраф согласно новому антитабачному закону могут и наши коллеги – работники телевидения и кино. Пачки сигарет, дымящие прохожие и демонстрация процесса курения не должна появляться в фильмах, мультфильмах и телепередачах, в том числе новостных. Здоровье нации – аргумент бесспорный. Бросят курить теперь и все посетители ночных вечеринок и дискотек, где ранее все утопало в табачном дыму. Удастся ли применить на практике закон, с одной стороны, ограничивающий права курильщиков, а с другой – защищающий права не являющихся таковыми людей, станет известно уже на этих выходных. Полицейские говорят о череде рейдов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова